Усяго с початку года у Приньомані отбылось омаль 600 пожаров. З их больше за 260 по причине неосторожного выходжения с огнем. С метой попереджения несчастных выпадков, снижения количества огняных ударений, у Приньомані проходят профилактические рейды в рамках республиканской акции «За безопасность разом». Главная задача огнеборцев – спрацовать на опереджение под особенным контролем домы социально необороненных категорий граждан. Юлия Юхневич, «Протягние». У центра уваги комісій – одинокі состарелі, інваліди, сім'ї, які знаходяться у соціально небезпечнім становищі. Вратовальники, коммунальники, милиція проверяють стан печел, дымоходів, справність аутономних пожарних оповіщальників. Як отзначають спеціалісты, більшість жахароў Гродзенщини отказно ставиться до своєй безпеки. У мене здесь гостит всегда моя внучка, которая 10 лет, невестка, которая, слава Богу, у мене есть. Я понимаю, що я должна заботиться не только о себе, о своєм здоров'е і благополучи, ну і о них. Госпадыня Валентина у своє 81 пажарную безпеку трымає на контролі. На початку нового цепляльного сізона провела у парадок печ і комін. З допомогой приходять і місцовые улады. У мене уже дев'ятый десяток. Мене спасибать, сельсовет не оставляє без внимання. Пад час чаргового рейду у рамках акції «За безпеку разом» на зіральна комісія наведала Азерский сельський савет пад увагай адрасы асаблівай категории громадзян. Усяго у 17 населеных пунктах проживає амаль 400 чалавек, яких адносять до соціально необороненных. Навад самай аддалённые дамы не застаюцца без уваги. Проводим разъяснительные беседы, профилактические беседы. Выезжаем достаточно часто, чтобы ещё предупредить, особенно злоупотребляющая категория граждан, которая на особом контроле у нас. 395 человек у нас относятся вот именно к этим категориям. Из них это есть инвалиды, которые работающие, их 26. Инвалиды, не работающие, 21. Один дети инвалиды есть, социально опасная семья у нас одна на данный момент, злоупотребляющий 21 человек. Поэтому приходится действительно контролировать данную ситуацию. У рамках рейдов особливая увага аутановным пожарным оповещальникам выратовальники зауседы проверяют их справность. До слова селета у регионе была установлена амаль 5,5 тысяч апа, больше 2,5 тысячи из них у домах громадзян с додатковой опекой державы. А оповещальник не раз доказывал свою эффективность. У регионе, дякуючи такой простой приладзе, летась были выратованы 8 человек у гэтым один. В Гродинской области масштабная работа проходит по оборудованию жилищ пожилых людей и людей старше 80 лет пожарными автономными извещателями. Данные пожарные извещатели устанавливаются также согласно государственной программе социальной защиты. Данные пожарные извещатели устанавливаются одиноким, одинокопроживающим пенсионерам, инвалидам, а также семьям, где дети признаны находящимися в социально опасном положении. До слова Гродинщина-1 региону Беларуси, где граждан в возрасте 80+, устальовывается АПА с выводом светло-гукавого сигналу на фасад будинку бесплатно. Все лето установлено еще амаль 700 таких систем.